В последние годы в России стремительно растет число детей и подростков с избыточным весом. Вопросы пропаганды здорового образа жизни и правильного питания обсуждались на семинаре Всемирной Организации Здравоохранения, который прошел в Ульяновске. Область давно и плодотворно сотрудничает с международной организацией, особенно с ее европейским офисом. Мы с удовольствием приняли предложение Регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения в Российской Федерации, чтобы провести такой семинар у нас. Тем более, что Ульяновск давно уже является членом такого движения, как Здоровые города, районы и поселки. У нас уже есть свой опыт, мы им даже успешно делимся. Физическая активность и здоровое питание – вот главный фактор, который могут исправить ситуацию в лучшую сторону. При этом большой упор делается именно на пропаганду. Если в школах дети будут есть вкусную и здоровую пищу, то и дома они выберут такое же меню. Это одна из целей пилотного проекта по сотрудничеству Всемирной Организации Здравоохранения и России. В числе 12 российских городов в него вошел и Ульяновск. Делается большая такая книжка, которая будет предоставляться учителям, и где будут практические занятия за детей, учить их, что такое здоровое питание, и помогать даже и школьной кухне, и всем другим. Правильное питание должно начинаться именно со школы. В этом уверены все эксперты Всемирной Организации Здравоохранения. Есть у Международной Организации рекомендации того, что должно включаться в школьное меню. Если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, то нужно достаточное потребление фруктов и овощей, исключение или снижение потребления напитков, содержащих сахар, а также общее снижение сахара и соли. Представители Всемирной Организации Здравоохранения также осмотрели ряд лечебных учреждений и школ. В результате были выработаны рекомендации по улучшению их состояния. Они будут переданы федеральному правительству. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости All Proud TV. Редактор субтитров А.Семкин